всем привет сегодня 28 апреля 2024 года это мой семейный блог который так и называется мой 2024 год давно и в нем не появлялся и вот решил хоть что-то немножечко показать себе для памяти для детишек которые потом вырастут и будут все это возможно изучать как мы жили и решил сделать такой небольшой надеюсь выпуск еду на каршеринге фитнес nissan qashqai и еду на нем фитнес расскажу что интересно у меня происходило ну во-первых выстрелил мой фильм от имени живых и мертвых уже на ю тубе сделал публикацию текстовую там оказывается на ю тубе можно еще посты публиковать помимо видео это непривычно еще для многих это меня в том числе но уже сделал такую публикацию многие уже наверное порадовались написали добрые слова спасибо вам большое за это я подал фильм от имени живых и мертвых на конкурс гордость страны подал и забыл проходит какое-то время и вдруг я узнаю что я лауреат первой премии вот так вот жюри высоко оценила этот фильм очень приятно обязательно порадую ветеранов и также 9 мая фильм от имени живых и мертвых будет показано международном кинофестивале поклонка там произошло разделение контента как я понял и фильм мой уйдет на в город красногорск то есть там можно было показать в кинотеатре на поклонной горе а можно показать филиале поклонки на который находится в красногорске красногорский филиал и там вот в этот филиал мой фильм ушел и будет там показан 9 мая причем я не уверен что я там буду в это время поэтому если кто-то живет в красногорске приходите 9 мая на этот фильм любви фитнес мелькал уже в моем блоге мы сюда временами попадаем мне постоянно сюда покупают карту а я туда постоянно не хожу потому что мне некогда ну вот делаю новую попытку надеюсь сейчас ну как минимум поснимаем мимишностей как детишки и артемка там развлекаются в воде посмотрим как они тут барахтаются сейчас дети обрадуются что папа приехал давайте попробуем давайте сначала папа кинем раз-два-три забывайте давай изначально бабу это вы его так плавать учите? да, мам, бабуля, бабуля тебя летом раз-два-три бабуля, давай туда сейчас мы тебе приступим не, давай Плывет! Вот так, вот так, плыви, плыви, плыви. Вот, молодец, хватайся. Молодец! Ой, ты молодец, круто плаваешь. Сейчас папа к нам пришел. Тренировка у Даниэля. Даниэль, что ты делаешь? Покажи. В чем суть тренировки? Расскажи. Суть тренировки... Деда, баба, где я тебе сказала? А, вот такие вот гантели. Например, скакалка. Скакалка. Тут, наверное, не смогу это снять, как она под водой перепрыгивает. Придумала себе вот такие упражнения. Вот так ребенок занимается. Вообще она у нас тут ходит на полотнах заниматься. Воздушной гимнастике. Сейчас покажу тоже фрагменты тренировки ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Может, мы маленькие после тренировки? Данилеша, бабы, у меня вторые. 29 апреля. У нас с Артемкой штаб на балконе. Он цыкарает ребенок, сейчас гулять пойдет с бабушкой и с Данилешкой. Данилеша, 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 Данилеша. Кого возьмешь гулять? Возьмешь Данилеша? Да. На улице солнце сегодня? Да. Всем привет передадим? Да. Всем привет. В своем семейном блоге я как-то показывал в феврале, кажется, что я работаю над семейной фотокнигой, над ее, скажем так, первой частью, чтобы показать историю своего рода со стороны бабушки, дедушки, прабабушки, прадеда. Это именно по линии моей мамы, еще, наверное, предстоит по линии папы потом сделать такую книгу. Все, что я раскопал, потому что дома в чемоданах старинные фотографии, где-то в фотоальбомах какие-то фотографии. И я их сканировал и решил систематизировать. И то, что я помню описать текстом, то, что не знаю у мамы спросить, мама подскажет. И в итоге вот я сделал, просто забыл похвастаться, показать этот монументальный труд для потомков семьи нашей. Вот так вот это выглядит. Вот такая вот концепция, история семей. И наверху это Антошина, моя бабушка Маша и ее родители Самсон Захарович. Кстати, сегодня у него годовщина смерти. Это прабабушка Феня Федосия и три брата Володи и сестра, это дети. И здесь вот по второй линии, это мой дедушка, это моя бабушка. Вот они вместе уже. Это моя мама, это мой прадедушка Степан. А это родная мама моего дедушки. Это моя, получается, прабабушка Мария, но она умерла, когда моему дедушке было всего два годика. И была у нас вот такая бабушка Варя замечательная, которая вырастила мою маму и не только. В общем, чтобы сильно не залипать, покажу, как это все выглядит визуально. Вот. В общем, я заморочился, сделал такую книгу, где вот используются фотографии. А здесь рассказывается, кто когда жил, кто когда умер, где истории интересные. Там и про войну, и про все есть. Ну, то есть, эта идея такая, что это не просто фотоальбом, а именно именно фотокнига. Потому что мы часто говорим фотокнига, а делаем фотоальбомы. И здесь вот прям рассказы про войну. Как он, бабушка, посылочку от Мани делала для братика. Ему хлебушек доставало. Он даже вставил газетные статьи. Это моя бабушка Маша, парикмахер. Ну, вот. Подробные все истории. Опять же, люди появляются, сразу появляются даты. Это вот мой дедушка из армии. Его подписал фотографию. Ну, то есть, вот такая вот интересная идея. Мне кажется, в каждой семье нечто подобное людям надо иметь. Потому что рассказы, пока мы живы, они могут передаваться. Мне кажется, что все это на виду, а потом проходит время и кто на фото, кто эти люди. Не понятно уже детям, внукам, а правнукам уже не подавно. Поэтому, мне кажется, вот такая вот штука может быть полезной и интересной очень многим. Это вот мама моя, спортсмен, мастер спорта по плаванию Советского Союза. Да, вот. Это они с папой, но тут я мельком моего папу упомянул. Потому что там достойно отдельной книги про Акимовых, про всех братьев, чемпионов. Так что вот такая вот интересная книжка. И вот она практически до наших дней. Он уже я там маленький появился. Вот бабушка в 90 лет подстригает меня в нулевые годы. Так что вот такая вот хорошая история. И уже заканчивается тем, что появилась Данилька и с ней вот ее прабабушка. Последние кадры вместе, совместные на всех праздниках семейных. И как раз получается, что вот на этом все и заканчивается эта история. Кто там нам звонит? Нам звонят жалобы на спам. Не интересуют. Вот. И вот такая вот книга. А это письмо бабушки Маши для своей правнучки. Она и написала большое письмо. Я его решил тоже сюда включить, чтобы не потерялась. Вот такая вот книга. Конечно, я заморочился. Очень дорогой сделал вариант, что здесь натуральная кожа. Это стекло, акрил. То есть можно без этого. Это сильно удешевит. Ну и плюс размер у меня гигантский. Это 40 сантиметров. Ну полуметровая книга. 40 на 30. То есть если сделать это чуть меньше и без всякого вот этого пафоса, то выйдет вполне приемлемая цена. У меня в самом замороченном варианте с наймом дизайнера, который вот это все расположил, у меня вышло около 30 тысяч рублей. А так это все можно сделать в 2-3 раза дешевле. Если сделать чуть попроще. И вот сегодня 30 апреля. Дата в нашей семье, можно сказать, историческая. Ровно 50 лет тому назад познакомились мои папа и мама в бассейне на улице Ибрагимова. И у папы была, видимо, тренировка. Ну и у мамы была. У мамы по плаванию, у папы по водному полу он там был с командой. И вот они познакомились и сегодня 50 лет с этой даты. И апрель вообще прошел стремительно. Было несколько проектов у меня, кстати, спортивных тоже. Я, во-первых, провел одно такое детское мероприятие. Чемпионат в одной очень такой серьезной московской школе. Там была олимпийская чемпионка Анастасия Максимова. Вот фоточка у нас есть. Такая даже совместная осталась. В этом году меня пригласили в бассейн «Динамо» на водном стадионе. Я провел юбилейный матч 40 лет женской ватерпольной команде с Киев. Официально днем рождения команды принято считать, так вот уж стало это символично, 8 марта 1983 года. Сегодня команда «Скиф Восток», представляющая Московскую комплексную спортивную школу Олимпийского резерва «Восток», по праву пользуется широкой известностью в спортивном мире и является лидером российского и европейского женского водного пола. Не только провел церемонию открытия, закрытия, награждения, но еще и комментировал этот матч, можно сказать, впервые вот так вот, чтобы прям полностью всю игру. Ну, говорят, прошло очень круто. Правильно, номер три, команда «Скиф Восток». «Скиф» вырывается вперед, все становится 4-3. Мы скучали по голам, давно не было голов, и такой красивый бросок. Мяч у команды «Буревестник» в Нижний Новгород. О, какую игру мы видим! Я был рад встретить очень многих знакомых, уже хороших друзей, папиных еще друзей, олимпийских чемпионов. В частности, Евгения Гришина, олимпийского чемпиона, и папы его легендарного Бориса Дмитриевича Гришина, серебряного и бронзового призера Олимпиад 64-68 года. Словом, вот такие приятные встречи, интересные проекты. Мы рады приветствовать вас в многофункциональном спортивном комплексе «Динамо» на водном стадионе по случаю празднования 40-летнего юбилея женской ватерпольной команды «Скиф». На днях у меня состоялось еще одно очень интересное мероприятие. Фильм «От имени живых и мертвых» программы «Диалоги с легендами» был показан в 15-й московской школе для восьмых классов. Меня туда пригласили, я выступил со вступительным словом, потом посмотрели фильм, дети очень внимательно смотрели, и, наверное, еще целый час задавали вопросы, фотографировались, брали автографы. Он такой вот необычный и приятный опыт. Приятный, потому что не зря создаешь такие работы, и приятно, что детям это интересно, и передается из поколения в поколение эта память. Также меня снова пригласили на канал «Духовный маяк», где я буквально год тому назад ввел в течение года программу «С открытым сердцем». Не знаю, как у меня пойдет в этот раз, не пойдет, там есть определенные сомнения, но, тем не менее, я взял интервью у Александра Артамонова, очень интересный военный эксперт, бывший разведчик, который попал в плен, и в 90-е годы его как-то обменяли обратно, как я понял. В общем, там совершенно какая-то невероятная история. Здравствуйте! Мы продолжаем цикл наших программ, и сегодня у нас в гостях с открытым сердцем военный международный эксперт, специалист по армии НАТО Александр Артамонов. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Приветствую вас! Здравствуйте! Вы обычно очень много рассказываете непосредственно о своей тематике, где вы специалист, а мы хотели узнать о вашем детстве. Безумно интересный человек, интересная аналитика и о военных действиях, и не только, поэтому скоро появится такое интервью, это не мой проект, я там просто приглашенный ведущий, но дам тогда ссылочку. Александр Артамонов. Всего доброго и до новых встреч! До свидания! Ну а так жизнь бьет ключом, детишки скучать не дают. Данилюшка помогает с Артемкой. Ну и конечно, готовимся к дню рождению, 5 мая. Данилюшке будет 10 лет, она это гордо называет, что ей пойдет второй десяток. Готовится грандиозный праздник, надеюсь, что у нас все получится. Я параллельно пытаюсь делать фильм про папу, пытаюсь работать, пытаюсь заниматься вопросом получения американской визы, потому что мне 5 октября надо быть во Флориде, присутствовать на церемонии введения папу в международный зал славы. И не знаю пока, как я это сделаю, узнаю вариант получения визы. Армения уже отпала, потому что там нет для россиян уже до следующего года ничего. Поэтому рассматриваю варианты Казахстана, что, наверное, маловероятно, но может быть. И пока вот рабочий вариант Узбекистана. Так что спасибо, что смотрите мой семейный блог. Возможно, в ближайшее время он станет очень колоритным и необычным. Всего вам самого доброго, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким. до новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...